всем огромный привет уже 5 число 5 февраля пора снимать косметичку месяца февраля то я опять затягиваю и девчонки мне уже в личку стучатся говорят света где косметичка сегодня решила в другом формате начать я сначала выложила все что я в этом месяце планирую использовать но понятно что все я не использую но я не люблю ущемлять себя хочется чтобы был простор для творчества косметического и поэтому я беру всегда больше чем необходимо но благодаря таким косметичкам у меня каждый месяц есть пустых баночках что-то из декоративной косметики ничего не залеживается но естественно то что является уже моими любимчиками она используется быстрее то что я даже ради косметички месяца кладу залежавшие ну как то что реже использую я и в месяце использую реже но тем не менее она тоже уходит болтать не буду потому что буду показывать долго единственно может покажу не все потому что время ограничено давайте с баз начнем в этом месяце для вы знаете вот этот база от мэри кей она очень классная единственное что она не всем подходит некоторых на мэри кей на косметику аллергическая реакция эта база очень классная она белая вот единственное я не помню она только для глаз или для лица я ее еще не использовала буду использовать я сейчас уточню по моему это только для глаз могу ошибаться я сейчас у девочек уточную после ролика и буду использовать естественно либо на лицо либо на глаза впитывается она хорошо силиконовой такой вот пленки не оставляет и я помню на мастер-классе мы вот базы которые использовались мне очень они все понравились поэтому сейчас я узнаю у девчонок и буду в этом месяце ей пользоваться из баз я еще взяла уже для глаз если это тоже для глаз то я их буду чередовать но вот это вот моя одна из самых любимых баз от доктора пьер реко не удобрила жаннуля она уже идет такая как бы тонирующий эффект имеет и очень хорошо выравнивает и подготавливает сама века для нанесения тени тени на ней как приклеенные держатся никуда не девается вот у нее уже есть силиконовое такое основание и чувствуется как все это дело выравнивается и кожа прямо становится как шелковая эту базу я очень люблю она классно работает на глазах дальше давайте корректоры 2 корректора у меня в этом месяце вот этот корректор the one он мне очень очень нравится от oriflame но для меня чуть-чуть светловатый тон вот так я конечно поверх этого тонального крема все равно под глазки попадает поверх корректор попадает тональная основа и она выравнивается но все равно мне кажется область под глазками становится какая-то немножко засвеченная но он очень очень классный он и плотный он стойкий прямо сейчас видно что плотность ложится плотно вот видно да чуть-чуть беловатые а у меня под глазками и синячки и вот по синячкам немножко выбеливает как-то кожу единственное что наверное faberlic надо купить для синячков вот новые там корректоры желтенький что ли может быть вот я его куплю попробую но буду в общем вот по особым случаем этим корректором пользоваться и в этом месяце снова взяла корректор от faberlic вот этот буду пользоваться еще и тут есть еще и стик это уже конкретно там на крылья нос я бывает вот там где покраснение убираю и давайте вот этот этот корректор у меня не путевой потому что я ограничителю брала я не очень поэтому люблю и редко вам показывают но показываю странный каждый раз вам показывают что надо вот так вот все обратно это затолкать мне он очень нравится сейчас я не знаю если эти корректоры у faberlic но были они классные он работает хорошо так все теперь две тональные основы покажу первая тональная основа недавно мне в подарки приехала от его мозаик смотрите какая красота это идеальный уход и защита для всех типов волос тон бежевый вот он такой достаточно темненький я сегодня две основы взяла две тональные видите она прям даже такое с краплениями но выравнивает хорошо под цвет кожи подстраивается вроде не темно ложится буду пользоваться а второй я взяла давайте я вот это вот поближе к себе покажу во второй я взяла от мейтан тоже прямо не так давно приехала ко мне вот эта красота это крем тональная основа здесь нет никаких данных я коробочку сохранила еще я коробочки бывает сохраняю если на упаковке отсутствуют вот такие важные для меня обещания обеспечивает ровный тон кожи маскирует недостатки питает увлажняет защищает от негативных факторов внешней среды 80 грамм и давайте вот так покажу вдруг кого-то заинтересует потому что мейтан крайне редко мелькает у нас в роликах так что будем пробовать давайте я вам его покажу какой он интересный он очень плотный вот такой но при этом вот видите набирается и он очень светлый сейчас вам покажу видите прям белым пятном сегодня я его носила распределяется сначала кажется что я сейчас буду как китаянка с белым лицом но потом распределяется так хорошо у него есть подсвечивающий эффект увлажняющий такое нанесение и лежит на коже хорошо всех недостатков он не убирает а вот выравнивает и делает очень живой и красивой кожи это да так что вот такая вот у меня новинка не буду же я наверное рассказывать кто мне чего прислал иначе сейчас буду очень долго про каждое средство очень много спасибо много половина подарков так давайте теперь я вам покажу пудру который я буду в этом месяце пользоваться это вот не такая давняя новинка от faberlic звездный выход и у меня оттенок самый светлый 6314 их там три кажется ну по крайней мере сейчас на данный момент у них в каталоге 3 мелькают вот у меня самый светлый выглядит он вот так хорошо набирается вот как раз на эту светлую тональную основу сегодня я наносила эту пудру она прекрасно ложится и вот это вот подсвечивание если оно не нужно матирует хорошо вот я сегодня матировала полностью хорошо все спряталась это свечение кожа выглядела неплохо так смотрю быстренько еще что корректирующие наверное румяшки покажу румяшек у меня выбрала я в этот раз вот такие вот две баночки от иван тут не совсем даже румяна давайте вам покажу что это здесь покажу данные чего написано какой оттенок потому что я не помню дословно как это называется пуховку я покупала тоже в эйвен вот такую иногда я именно ей пользуюсь но чаще я кистью и вот такие они нежные розовые красивые когда перемешиваешь они дают еще и такой подсвечивающий эффект мне кажется видно такой интересный нежно-нежно розовый прям совсем нежный и эффект такой живой здоровой кожи румянца ну видно что прямо это не очень яркая достаточно симпатичного так они выглядят этими шариками я осталась у иван довольна прям не так давно это вот вышло типа лимитки наверно так что у них все вот эти вот яркие красивые упаковки являются лимитками и второй вот такой вот он больше как бронзер но я использую бывает не как бронзер а слегка как румяна тут родная вот эта пуховочка вот они вот такие как бронзер тоже можно использовать сейчас покажу вот идем прямо темный им легко переборщить а можно прямо совсем немножко и тогда он будет давать такой легкий легкий прям такой небольшой шоколадный оттенок я сейчас на крем наношу конечно впитывается быстрее и пальцем что а если это делать кистью все будет аккуратно не знаю понятно непонятно показал вот такие шарики и хорошо контурировать им только единственно приноровиться чтобы не переборщить ничего такого чтоб не было так дальше базу кстати я вам не показала это база от люкс от иван она идет эту же база точно для лица основа под макияж идет она идет чисто белого цвета как крем и подходит вообще от умылся и как утренний такой легкий крем для лица его нанес этот крем и через 5-10 минут уже спокойно можно краситься вообще такая приятная и по аромату очень приятная я вот люблю эту базу единственного с морякой надо разобраться дальше для бровей я не знаю я так вам и буду показывать годами пора уже заменить уже эту дырку проковыряла у меня еще целая новая такая упаковка и он только ей пользуюсь от прям ничего другого не надо от иван у меня от он так делал тут вот это тут наверно так да вот так темный в общем который темный так дальше давайте покажу вам вот эту палетку которую я только-только купила я ее буду использовать для контурирования в этом месяце очень хочу ей поиграться так то это еще не оторвала якобы защитную пленочку я думаю это защитная пленка больше не не показывает что никто до вас не открывал а чтобы случайно в поездке не открылась сама упаковка она слабее и слабее становится тут идет такое личико девушки если вдруг я забуду куда чего наносить и вот сама вот такая вот пудра пудра классная вот здесь бронзер здесь хайлайтер вот так они смотрятся прям классненькие будешь удовольствием пользоваться очень довольна что они у меня есть так что я еще не показала наверное из этого для лица то я вроде все показала сейчас я быстренько руку сотру так и покажу вам давайте мои тени тени и помады ну в конце я решила карандаши наверное я покажу в самом конце потому что карандаши у меня и туши мелькают одни и те же по сути и вдруг если кто-то смотрит впервые меня то этому человеку будет интересно посмотреть в конце на карандаши и на тени и на туши а сейчас давайте лучше я покажу тени и помады так еще правда в этом месяце я взяла вот такой корректор но я не знаю буду я им пользоваться или нет это называется вообще сыворотка хайлайтер я его назвала корректор наносить можно на все лицо единственное что вот это вот подсвечивающий эффект который она дает потом все равно замазываешь это тональными средствами припудриваешь и в итоге это все теряется а так она неплохо дает подсвечивающий эффект если ваша кожа беспроблемная молодая и красивая то конечно можно ее вот одну использовать а так так давайте я покажу сначала вот эту вот палетку всеми сейчас бурно обсуждаемую от фаберлик а из новинки новой серии тенями этими я уже пользуюсь в ролике в последнем где я с лицом сижу посылку получила от Оленьки из тюмени я как раз макияж глаз сделала ну там далековато я сижу плохо видно но тем не менее вот эту палетку я использовала пробовала я уже все цвета в целом мне палетка понравилась единственное что нужно наносить на базу и сложно ей наносить постоянно они осыпаются осыпаются они очень сильно и еще они замыливаются видно не видно но вот еще имеют они свойства замыливаться я ими пользовалась еще два три раза только а уже есть такой эффект но я взяла еще одну палетку идентичную можно сказать в этом месяце это раньше фаберлик сотрудничал вот с этим деборой и были у них вот такие палетки у меня одна осталась ну что я никак не попаду в нее и я хочу ими поиграть то то и то это и в итоге сделать вывод что мне больше понравится ну естественно мне понравится вот это потому что она идеальна она не сыпется та осыпается со страшной силой конечно нужно иметь вот что то вот такое вот чтобы аккуратно смахивать с лица то что осыпается от теней если вы начинающий макияжист молоденькая девочка то ни в коем случае руками не вздумайте тени пытаться смахнуть с лица вы их вотрете в общем у деборы вот такие оттенки это шикарная конечно палетка я жалею что я тогда не купила их все вот такая вот красивая палетка и я хочу когда мне будет раздражать та палетка все таки радоваться вот с этой она замечательная тут 8 грамм прямо если вдруг где-то найдете вот такой оттенок вот она замечательная прямо дальше сейчас я пальчики сотру в этом месяце решила использовать палетку от Avon я не помню как она называется по каталогу давайте я вот так покажу вы сами увидите название вот она такая очень хорошо наносить на глазки когда вам нужно неяркий макияж он более такой натуральный смотрится можно сделать и макияж без макияжа можно чуть поярче вот сегодня я эту палетку носила и очень-очень мне понравилось вот она так вот прямо на совсем так нежно ложится вот это замечательная Avon палетка если у вас дресс-код или как-то так что особо не надо макияж чтобы был заметен то вот эта палетка классная и в то же время она настолько освежает настолько классно ложится на глазки вот она как раз практически не сыпется и никакого ну как бы никаких проблем с этой палеткой нет зеркало вообще отличное классное люблю вот эту вот палетку давайте строить дальше домик вот так сейчас я попробую чуть-чуть отъехать чтобы вот так чтобы нам было видно так что из теней из теней еще я взяла одни из своих любимых от Mary Kay я не буду показывать сзади потому что их вывели с производства очень жаль в Mary Kay сейчас новые палетки но они уже такой бешеной цены что заоблачно прямо ну вот эти я обожаю я без зеленых теней вообще жизни не представляю вот тут уже прямо взрыв красок так сейчас я вам покажу вот там Максимка смеется вот такая красота очень красиво хотелось бы чтоб Mary Kay вернули подобные палетки в сравнении с сегодняшними ценами то вот эти стоили не дорого все познается в сравнении и еще одну палетку без которой я жить не могу если я месяц пропускаю то я опять за нее хватаюсь это от Catrice металлический вот этот вот эффект давайте покажу вот здесь найдете цвет вот он называются они вот так это классные конечно тени очень жаль что в нашем городе Catrice не представлен я постоянно поэтому по ним страдаю можно было бы взять оттенков несколько и давайте я вот здесь нанесу смотрите просто чудо очень красивый 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 цвет так что из теней то я еще вам не показала единственное я вот эти не стала сейчас делать свотчи не знаю надо было или нет просто мы не так давно это все свотчили в Фаберлике когда я купала но я боюсь что все таки они магнитные прилипли друг друг давайте все таки сделаю а то что то нехорошо получается я ведь как то пропустила давайте я сейчас это все просвотчу вот этот цвет он прямо весь в блесточку очень тяжело набирается быстро осыпается он самый самый тяжелый капризный вот этот вот самый лучший цвет коричневый очень красивый прям чистый шоколад и этот цвет не имеет никаких блесток ничего такого зеленый зелено-голубой хамелеон он действительно весь такой от золота через зелень в голубой уходит вот этот очень красивый цвет на глазах давайте я сначала вот эти четыре перенесу куда переносить вот здесь перенесем и видно что они такие так синий наверное вот сюда вот видите он прямо ну капризуля капризуля так где вот они такие их можно яркими сделать можно бледными сделать всех лучше они переносятся пальчиками с кистью нужно конечно тут поплясать постараться чтобы все получилось ну и последние вот эти два цвета они без проблем наносятся вот этот хорошо под бровку прямо отлично этот можно и на все века можно уголок высветлять вот он такой прямо совсем нейтральный спокойно вот они оба как хайлайтера этот вот тут прямо светленький совсем вот вот столько теней у меня будет в этом месяце я считаю что немало в этом месяце очень сложно мне было отложить помад скромненько я помад набрала основу много в своем репертуаре без помад я не могу плюс ко всему я еще постоянно пользуюсь всякими бальзамами маслами для волос для губ люблю я это дело дома помадами я не пользуюсь практически на выход ну пользуюсь конечно но не так часто больше бальзамы так давайте по помадам сейчас стала моей любимкой одной из любимых потому что тут много любимых на самом деле от мэри кэй вот такой цвет тоже подарок кто у меня давно на канале все знают кто мне присылал и оксана и оленьки мне прислали то есть у меня много девчонок кто мне подарил декоративку поэтому вообще я очень благодарна посмотрите какая красота единственное она очень быстро заканчивается я ее регулярно точу то есть его три раза губы накрасишь и можно точить три раза накрасишь можно точить вот такая красивая прям очень красивая а вот этот карандаш я еще не показала вам тоже мне вот оксана от мэри кэй когда присылала не знаю куда показывать название где-то здесь наверное название он двухсторонний я просто не узнала показать его в карандашах или все-таки в тенях вот эта сторона можно использовать как тени давайте вот здесь я нарисую мне кажется неплохо будет смотреться и сверху вот такой каял идет вот каял можно использовать любые другие тени в том числе я его хочу использовать вот под эйвановскую палетку там как раз вот такой каял очень даже подойдет вот он такой так что буду в этом месяце его использовать поставлю так давайте сразу вот этот блеск тоже покажу я его сейчас прямо тоже из рук не выпускаю этот блеск от фаберлик новинка 40 7 23 у него оттенок очень удобный спонж он заметен на губах ложится красиво такой полу глянцевой помады я бы даже сказала все остальные оттенки как вот у девочек я смотрела больше похоже на блеск этот как-то вот больше даже на какую-то такую помаду похож с розовым оттенком нюдовый цвет очень приятный конечно как блеск он немножко липкий но при этом липкость не такая которая раздражает растекается нет этот ведет себя хорошо на губах беспроблемно ой я еще тени нашла смотрите еще здесь тени положила ну давайте уже после помад я их покажу дальше вот такую тоже вещь от фаберлик тоже блеск взяла в этом месяце он мне тоже нравится где тут артикул 41035 этот блеск я люблю он смотрится очень красиво на губах спонж идентичный давайте я вам его покажу он такой уже переливистый мне кажется даже с блестками да там прямо такие разноцветные разноцветные красивые блестки вот его наслаивать не стоит он может завредничать и куда-нибудь потечь поэтому с ним осторожно но цвет очень красивый нравится мне этот цвет но тоже липкий вот такой так тут у меня помада от мэри кэй тоже подарок я им еще я ей еще не пользовалась буду в этом месяце с ней ходить мне кажется вот когда макияж без макияжа опять же вот палетка от эйвен такая помада будет смотреться очень очень красиво вот следующая помада от сеночки не кантровой ко мне недавно приехала прям очень она мне понравилась это от от эрифлейм вот такая красивая давайте вам покажу ее я тоже полюбила я ее начала уже как она только приехала уже носить у нее сиреневый потон и при этом она не яркая вот если верхняя видите сиреневая она такая плотно ложится то это ложится легко так нежно и когда глаза яркие то вот такие губы они смотрятся очень очень нежно и красиво даже как бы так моложе выглядишь когда губки светлые глазки поярче так дальше чего я не показала вот эту давайте покажу не знаю буду пользоваться или нет это у меня единственная такая полностью матовая помада помада тоже есть какие-то тона артикулы давайте я вам так покажу вот тон 212 вот такая вот помада я ее покупала в магнит косметик такой спонж ложится она хорошо очень плотно и потом немножко застывает чуть-чуть подсушивает губы я поверх делаю немножко блеска потому что темноватый для меня оттенок я люблю чуть-чуть посветлее а это прям такая яркая следующие помады которые я взяла это новинки которые только-только купила из Avon давайте я вам по одной покажу взяла все три поиграться в этом месяце так первая такая это у них новая линейка вот разноцветная такая давайте посмотрим какие я выбрала оттенки ну как и выбрала все все что у меня есть и выбрала вот она такая красивая зимой самое то яркое носить щечки красными становятся на морозе и поэтому яркие помады будут очень хорошо смотреться вторая помада вот такое название имеет цвет помады я люблю я могу ими постоянно играться раньше я считала что мне только нют идет вот заблуждалась столько лет вот такая третья помада если интересно то в каталогах ищите сейчас они есть и продаются на косточке неудобно рисовать она уже такая сочного розового цвета красиво красиво вот такая тоже разводиками она идет так в этом месяце отложила также вот такую помаду не знаю буду пользоваться или нет 40065 артикул вот такая она сложно мне выбирать поэтому я этого беру много но кто любит косметику девчонки говорят ну и рисуй рисуй хоть все подряд показывай вот такая красивая в этом месяце интересная косметичка потому что я действительно очень много взяла новинок в этот раз мало что повторяется одно и то же кто не любит смотреть например посылки тем интересна косметичка тем что очень много для вас нового от мэйбелин 255 номер моя любимая помада одна из любимых все время я так говорю видно что она у меня даже потихонечку тает у нее блески блестки вот он тоже сиреневый отлив я люблю когда глазки яркие вот эти сиреневые оттенки вот этот вот этот ну а если глазки не сильно яркие но тоже такие знаете макияж без макияжа типа то вот этот оттенок остальные такие носибельные на каждый день и в этом месяце я не смогла убрать вот эти две малышки тоже от Оленьки ко мне приехали первое в 705 оттенке это так это у нас чего клоранс чего это у меня ну в общем давайте так поближе покажу а вы увидите чего это вот а вот да клоранс вот здесь написано в общем 705 номер вот такой он нюдово-коричневый немножко уходящий в коричневый цвет красиво смотрится на губах сочно ложится я ее люблю клоранцы молодцы смотрите какие большие у них якобы пробники ой вон такие полноразмерные версии ну и вторая это любовь уже в 0,7 оттенке очень я ее люблю вот такой красивый цвет давайте я ее нанесу она уже более светлее ложится это плотная это посветлее ложится полуглянцевая полупрозрачная но цвет отдает красиво и смотрится красиво вот такой у меня букетище получился естественно сейчас часть помаду идет в сумочке и поэтому как бы вот косметичка она проредеет часть средств улетает в сумку и поэтому уже не так кажется много что вот такая большая косметичка вот так все стираю что у меня нарисовано не знаю все ли я показала мне кажется все сейчас покажу карандаши какие у меня в этом месяце карандаши я немного взяла но взяла как же без них никак карандаши я люблю мне кажется они какой-то завершающий такой делают подчеркивают выразительность лица так из карандашиков вот здесь вот здесь ну и этот я уже показала каял черный каял у меня остается из месяца в месяц вот этот я даже не знаю что за фирма это я когда когда-то выбрала в конкурсе он вообще без проблем и нескончаемый то есть срок годности выкину закончится выкину и буду каждый день им пользоваться считать и он все будет целый от Mary Kay мне очень нравится вот этот карандаш присылала мне его Танюшка из Тюмени очень я его люблю вот такой цвет прям небо поздние вечеры небо вот такое серо видите прям в черноту уходящая и голубизну синеву с блестками вообще обожаю этот карандаш Mary Kay молодцы замечательные сделали так следующий я покажу от Avon вот в таком оттенке во многие девчонки молодые блогеры говорят почему камера не хочет фокусироваться девочки нужно полностью закрывать задней все что сзади может попадать тогда только сфокусирует любая камера неважно телефон это или нет вот бывает так вот показываешь а вот сосредоточилась на тех тенях и уже не показывает не фокусирует поэтому камера не виновата бывает мы плохо закрываем заднюю сторону второй карандаш тоже от Avon сейчас вот вот оно название вот здесь и вот такой вот цвет прямо тоже небесный но он уже глубже синий синих в этом месяце видите много и в зелень уходящий потому что у меня вот эти вот палетки от Диборы и от Фаберлик они будут требовать вот эти синие оттенки и еще один уже зеленый для зеленых теней который я вам показывала оттенок вот такой карандаши я люблю Waven очень хорошие карандаши вот такой красивый прямо зелень очень красивая вот вот этот карандаш вообще из косметички просто не уходит я его обожаю сегодня он опять на мне от К3 смоки айс это волшебный карандаш если вы такой встретите вам такие цвета идут берите не раздумывая так номер куда смотреть я уже мне кажется вы уже наизусть знаете все мои номера десятый или семидесятый тридцатый тридцатый номер вот название здесь хочу катрис в нашем городе чтобы завезли очень люблю эту косметику к сожалению ну можно конечно в интернет магазинах все это заказывать но иногда смотришь девчонок из интернет магазина косметика разбитая приезжает это грустно разбитую не хочется так и вот еще один зеленый взяла вы знаете зеленый который каждый раз когда я его беру говорю что он одной ногой в помойку уходит но я не буду тут артикулы показывать потому что его уже нет в каталоге у меня его много вот столько еще осталось но он как-то капризно рисуется вот видите на глазах его почти не видно ну бывает конечно я бывает им так вот раз раз и прямо все века зарисую может и в этом месяце где-то чего-то зарисую цвет то неплохой когда черный каял и вот такой цвет это очень красиво смотрится черная тушь он прям какой-то вот тонность глаза вот эту зелень которая у меня есть в глазах она подчеркивает делает ярче у меня ее не так уж там и много поискать надо но вот такой карандаш находит эту зелень подчеркивает подчеркивает так в этом месяце я еще взяла от и фраше мой любимый вот для водной линии карандаш у них такой с розоватым подтоном он классно освежает взгляд вот такой вот он я им иногда пренебрегаю иногда про него просто забываю но он классненький туши тушь который у меня рулит в этом месяце это от фаберлик Викуля Попридухина мне присылала вот так вот 52 61 артикул это очень хорошая тушь с ней вообще не надо как-то стараться подружиться или там сложно наносить без проблем вот первый слой второй слой и все побежала красавица длинно ресничная вот отличная такая тушь следующая тушь мотает мне нервы но уже она мотает ближе к пустым баночкам супер шок вы знаете уже подружилась она уже почти кончилась я с ней уже подружилась хорошие вот эти туши но им нужно долго подсыхать немножко потому что они сначала очень жидкие долго когда они начинают подсыхать они вроде нормально разработались раскрасились все нормально краситься но они уже потом начинают и подсыхать чрезмерно ну вот судя по вот я вынула видите а ее уже почти нету то есть она мне все равно истратилась полностью хотя тут много по-моему 10 миллилитров вот сколько я не сделаю видите тут прям совсем немножечко выходит уже но она есть я ей все равно пользуюсь пока пользуюсь давно я ей верна если сравнивать то вот это конечно лучше это чуть попроще уступает но она неплохая если ваши ресницы длинные и сами по себе красивые то она их конечно еще больше украсит если у вас короткие реснички может быть там прямые то конечно чуть-чуть надо будет постараться но она неплохая просто она уступает другим более лучшим ну и две цветные туши они у меня из месяца в месяц я ими пользуюсь редко сейчас может быть я воспользуюсь конечно пока будут зеленые тени но скорее всего больше на лето это нескончаемо я не знаю как oriflame делает туши что вот это его два года может быть поменьше конечно утрирую но года два и она свежая красивая никуда не девается это от кабаре я долго ее тоже раскрашивала она цветная в 0.3 оттенке она даже какая-то полуподсушенная что ли но вот все равно раскрасилась и даже уже начинает заканчиваться потихонечку я и пользуюсь как ее сестренка черная она ей уступает черная делает прямо действительно веер это никакого веера не сделает ну такие вот вот такого цвета светленькие реснички сделает не яркие светлые вот такая она интересная если нужен такой цвет в косметичке то она неплохая в общем вот такие вот получаются карандаши в этом месяце вот такие помады тени туши вроде бы я все показала единственное не показала может быть от Art Deco вот эту вот штуку для бровей но потому что она уже вся мутная я думаю мы с ней скоро просто расстанемся и не показала у меня осталась палетка вот здесь лежать от Ariflame тоже мне Оленька присылала я ей в прошлом месяце пользовалась прямо вот влюбилась вот в этот цвет ну может быть в этом месяце поиграю с остальными но свотчи пока делать не буду потому что не знаю просто пускай лежит аж свотчи делаешь ее тут так немного жадина я жалко просто так портить вот но если что-то понравится я вам в следующем месяце покажу так что классненькая вот эта вот штучка вот тот цвет прямо я влюбилась все вот такая у меня в этом месяце огромнейшая косметичка мне кажется она у меня на март перейдет очень много я в этот раз отложила в феврале как-то меня девчонки даже ругали ты что краситься не хочешь так мало всего наложила косметичку ну тут видимо меня что-то пробило наголодалась я на косметической прям диете посидела этот месяц все спасибо всем за внимание надеюсь со мной было интересно надеюсь я была полезна всем до встречи и всем пока пока